Все мы хотим попасть в рай, все мы хотим попасть в джанна. Мы бываем, каждый из нас выстаивает там, аль-хамду-ля, ночные молитвы, делаем дуа, в Рамадане постимся, плачем, делаем дуа. Субханалу, удивляемся, иногда бывает вот этот человек, который делает дуа, который, аль-хамду-ля, живет посольнее пророка Мухаммада, старается, но отношение к его родителям не то отношение, которое требует от нас Аллаху, как же мы хотим попасть в рай, если наше отношение плохое к нашим родителям. Как мы хотим попасть в рай в тот момент, когда пророк Мухаммад сказал «Рай под их ногами». Первое. Как мы должны относиться к нашим родителям при их жизни, пока они живы? Хотел обратиться к тому брату, к той сестре, который наслаждает свои глаза в этой жизни, глядя на них. У тебя еще есть возможность насладиться глазами, глядя на своего папу. У тебя есть возможность насладить свои глаза радостью, глядя на свою маму. Поэтому хотел обратиться к этим братьям и сестрам в первую очередь. У кого родители живы? Сколько из сердец на сегодняшний день желают, чтобы их родители вернулись, чтобы минутки две-три посидеть с ними, чтобы посмотреть на их улыбку, чтобы обнять, почувствовать запах своей мамы, почувствовать запах своего папы. Сколько из сердец желают, но у них нет такой возможности. У тебя, у тебя, тот, к кому я обращаюсь, есть такая возможность еще хорошо относиться к своим родителям и наслаждаться, пока они живы? Аллах, Субханалу, вот этот Вассият, который не спасла свои книги в Куране, на устыль нашего любимого пророка Мухаммада, где сказал в Куране, Аллах приказывает поклоняться никому иному, кроме как Аллаху, и хорошо относиться к родителям в сурате Аль-Исра, в 23-м аяте. Субханалу, вот этот Вассият, также сказал в сурате Аль-Анкабуд, в 8-м аяте, Мы дали Вассият человеку, чтобы он хорошо относился к своим родителям. Также Аллах, Субханалу, сказал в сурате Аль-Ахкаб, в 15-м аяте, Мы призываем, приказываем, даем Вассият рабу, человеку, чтобы он хорошо относился к своим родителям. В этот момент каждый из нас понял сейчас, что Аллах приказывает хорошо относиться к родителям. И каждый из нас сейчас задается вопрос, как же я должен относиться к папе? Как же я должен хорошо относиться к своим родителям? Через две великие вещи, которые Аллах, Субханалу, наградил нас. Первые, ученые говорят, Если две вещи, у которых человек есть, это его язык, его тело, его органы. Если этот человек этими органами, языком и своим телом сможет хорошо относиться к своим родителям при их жизни, то он в благе, то он преуспел, он любимчик Аллаха, и он будет в раю. Первое, Аллисан, язык. Второе, Алджавариху, Ал Аркан, наше тело, наши органы, наши руки, наше сердце. Это как мы должны относиться к нашим родителям. Что касательно языка, в первую очередь, никогда не говорить тяжелые слова нашим родителям. Хорошие, самые лучшие слова подбирать по отношению к маме, самые лучшие слова подбирать по отношению к папе. Хорошее, благое слово говорить. Поэтому, Если кто смог из нас, уважаемые братья и сестры, хорошо относиться к своей маме, к папе, своим языком, то, الحمد لله, он также, помиловься Аллаха, сможет после этого относиться своим телом хорошо по отношению к своим родителям. Что касательно Аль-Кавлю-Карим, благого слова, ученые говорят следующее. Инна Аллаха ана Рабихи, ва минху ан юши'ира Абаху бил-убува, ва умнаху бил-умума. Аллах, Субхану Ва Та'аля, требует от раба Аллаха, чтобы он выбирал такие слова по отношению к отцу, чтобы его отец почувствовал, что он его отец, и мама прочувствовала, что она его мама. Нельзя в шариате обращаться к отцу по его имени, или к маме по ее имени. А как обращаться? Я Абатах, о, папочка. Я Атием, Бабаджан. То есть у каждого есть, в каждом народе есть свое это слово, папа, папочка, любимый отец. К маме обращаться и говорить, о, моя любимая мама, о, моя мамочка. И посмотрите, уважаемые братья, Аллах, Субхану Ва Та'аля, этот адаб, этот гылк, обращение к родителям, о, папа, о, мама, нас обучает в Куране из слов Ибрахима, когда он обращается к отцу, который совершал ширк, который предавал Аллаху, Субхану Ва Та'аля, с товарищей, где Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'аля, в 42-м аяте сказал, где Ибрахим, алейсалям, обратился к своему отцу, посмотрите, как он обратился и сказал, я абати, лима та абоду, ма ла ясмау, ва ла юбасир, ва ла югни анка шайя. О, папочка, я абати, о, мой папочка. И после этого говорит, почему ты поклоняешься тому шайтану, который идолу не слышит, не видит, и не может тебе ничем помочь. Даже при этом, то, что он поклонялся идолу, он обращается, о, папочка. лам юнадих бисми, ва инна ма калья абати. Он не сказал ему, он не сказал ему, о, азар, а сказал, о, папочка. По имени, не по имени, а обратился к нему через это слово, через отец, чтобы он прочувствовал, что он его отец. Ученые говорят, если сын обращается к отцу через слово отец, папа, в этот момент отец чувствует свое достоинство над своим сыном, то, что он его отец. Также из красоты слов, языка по отношению к родителям. Если вдруг сын оказался в одном маджелесе, в одном заседании, где есть другие люди, один момент, когда они наедине с отцом, но есть другие люди, старшие люди, и так оказалось, что он среди них, и его отец там находится, то он не должен говорить, кроме как вдруг, в случаях, говорят ученые. Первое, если он будет говорить о знаниях, делать дарва, читать Кур'ан. И второе, чтобы он говорит, если есть в этом, говорит нужда. Если присутствует нужда ему говорить, тогда он говорит перед отцом в обществе других людей. Поэтому ученые считали плохой гылк, плохой охляк, нравственность сына по отношению к своему отцу, если он говорит без хаджата, если он говорит без надобности присутствия отца и присутствия других людей. То есть вперед отца ты не должен говорить присутствия других людей. Поэтому имам, великий имам, Мухаммад бин Сирин, и имам, аиммату таби'ин, имам, ученые среди таби'инов, те люди, которые были после сахабов, ибн Сирин, Мухаммад бин Сирин, ида хадарат умна, хащи'а, ва асабах сукун, ученые говорят то, что передают о нем. Когда его мама заходила, в этот момент его сердце переполняло с трепетом, и он молчал. И тогда люди, проходящие, спросили, почему он молчит? Что с ним случилось? Говорили, так он себя ведет, когда видят, что мама проходит мимо него, видят свою маму. Что касательно второго, по отношению от нашего языка должны исходить хорошие слова по отношению к нашим родителям. хорошие слова, как нам сказал Субхану Ва Та'ля в Кур'ане, если один из них, или оба, они уже достигли презрелого возраста, состарелись. Не говори им даже слова уф. Не говори им даже слова уф. Не обижай их. Подбирай для них самые лучшие слова. А когда они уже ушли из этой жизни, обратись к Аллаху и скажи, Я Аллах, Я Рабби, прояви к ним милость, подобно тому, как они были милостивы ко мне, когда я был ребенком, когда я был в колыбели, когда я ночью просыпался, мой зубик вылазил, когда у меня была температура, мама просыпалась, не спала, папе идти нужно на работу с утра, но он все равно, может быть, час-два только не выспался, но он берет тебя на руки и в этот момент он не сожалеет об этом. Вот как они проявляли милость, будь так же Я Рабби, милости к ним, когда они находятся в могиле. Ученые говорят слово уф. Салф в сахабе говорят, лау калет хуна калима акал мин уф, ла нахаллаху анха. Уф в арабском языке самое легкое слово. Если было бы легче слово, чем уф, Аллах бы его бы, Аллах о нем бы сказал бы в Коране. Говорить хорошие слова, которые вселяет в сердце наших родителей радость. Отдаляться от тех слов, которые могут нанести рану нашим родителям. Сколько бывает из дочерей сказали своим мамам какие-то обидные слова, и сколько из сыновей сказали своим отцам какие-то обидные слова, зашло это им в их сердца. Но они не сказали тебе об этом. Не сказали то, что сынок, ты меня обидел. Не сказала мама своей дочери, ты меня обидел этим словами. Но слово, если выйдет, уважаемые братья, оно обратно не вернется. Поэтому если кто-то из нас, из тех людей, которые родители живы, почувствовал, что он где-то сказал своей папе, маме какое-то слово, которое не понравилось им, они не скажут тебе, что это им не понравилось, потому что они тебя любят и не хотят огорчить тебя, то попроси у них прощения перед тем, как ты расстанешься с ними. Поэтому еще больше старайся к ним, еще больше хорошее отношение проявляем после этих слов. Что касательно хорошее отношение по отношению к нашим родителям, нашим телом, нашими органами, Аллах, субханно, говорит в Коране, в 40-е лукмане, в 15-м аяте, и в этой жизни хорошо относись к ним, справедливо. Пришел один из людей к пророку Мухаммаду, саллалу алейсаляму, я разумею, и сказал, о посланник Аллаха, пришел к посланнику Аллаха, и говорит, о посланник Аллаха, я пришел, чтобы дать тебе присягу, я хочу сделать с тобой переселение и пойти с тобой на джихад. Пророку Мухаммаду, саллалу алейсаляму, сказал, твои родители живы, или один из твоих родителей живы, он сказал, да, на что сказал пророку, саллалу алейсаляму, вернись к ним, хорошо относись к ним и будь рядом с ними, Аллаху Акбар, человек пришел, хочет на джихад с посланником Аллаха, хочет получить рай, потому что умереть шахидом, хочет удовольствие Аллаха, сделать хиджру с посланником Аллаха, саллалу алейсаляму, но что ему сказал пророк Мухаммад, саллалу алейсаляму, вернись к ним, хорошо относись к ним и будет тебе рай. Поэтому ученые говорят, Нельзя человеку, верующему человеку, который верит в Аллах и в судный день, уезжать куда-то, покидать горы, страну без решения родителей, или переезжать без решения родителям, или если в этом есть сильная нужда. Поэтому ученые, поэтому пророк саллалу алейсаляму сказал, Пришел еще один человек, пророку Мухаммаду, саллалу алейсаляму, и сказал, О, посланник Аллаха, я прибыл к тебе из Йемена. Хочу с тобой сделать переселение и пойти с тобой на джихад. Тогда пророк саллалу алейсаляму спросил, твоя мама живая? Он сказал, да. Будь под ее ногами, там ты найдешь рай, сказал посланник Аллаху саллалу алейсаляму. Эй, жанна, ты пришел, хочешь рая? Ты хочешь со мной на джихад? Хочешь со мной сделать хиджру? Хочешь рая? Да. Под ее ногами твой рай, сказал посланник Аллаху саллалу алейсаляму, хорошо относись к ней. Для этого, если кто-то уехал в другую страну, в другую страну на заработки, родители довольны, дали ему добро, он поехал, чтобы зарабатывать, то каждый день пускай просит отдельно дуа, Аллах, прости меня за то, что я отдалился от своих родителей. Даже если они довольны, говорят ученые, просите отдельно дуа, чтобы Аллах простил, то, что я сейчас не рядом с мамой, сейчас не рядом с папой. Может быть, ему нужно полить воду, чтобы взять омовение. Может быть, она сейчас нуждается, чтобы ей принести лекарства, дать ей воду. Каждый день за это просите дуа, даже если они дали вам добро уехать в другую страну. Как же мы также сможем хорошо относиться к своим родителям при их жизни? Если они хотят кушать, накормите их своей руки. Если они не могут сами кушать. Если они не могут одеть одежду, одеть на них одежду. Чтобы ты был причиной, уважаемый брат. Чтобы твои родители радовали. Чтобы в их сердце была радость, когда ты находишься рядом с ними. И сколько часов, сколько минут. Бывает такое, что у кого-то родители болеют. И человеку уже тяжело ему за ним следить. За ним, аль-хамду-ля, мы верующие мусульмане, смотрим на своих родителей. И как там в западных странах отдают дом престарелых, и никто их не навещает. Даже, субханаллах. Но сколько бы тебе тяжело не было одевать, может быть, менять памперс твоему папе, твоей маме. Мыть его. Может быть, он уже где-то кушает, и крошки сыпятся. Может, где-то он испачкал себя, и ты потеряешь его. В какой-то момент шайтан тебя у вас-вас делает в сердце. Сколько же можно? В этот момент задумывайся, уважаемый брат, сколько часов, сколько минут ты потратил, чтобы почистить своего папу, чтобы помыть его, чтобы одеть его, свою маму. За каждую минуту Аллах прощает тебе грехи. За каждую минуту Аллах прощает тебя среди ангелов. Поэтому, когда ибн Аббас, один человек подошел к нему и спросил, я просватывал одну девочку, она отказала мне. Говорит, я просватывал ее, она мне отказала. Другой пришел, просватывал ее, она согласилась. Я ее убил от ревности. Может ли Аллах меня простить или нет? Я сожалею. Тогда ибн Аббаса, рад Аллаху айн, спросил, Он сказал, нет. Тогда ибн Аббаса, рад Аллаху, сказал, проси Аллаха прощения, выставив ночные молитвы, проси Аллаха, что просил тебя. Когда он ушел, Апа ибн Аббаса, сподвижник, ученик ибн Аббаса, спросил, Почему ты спросил о его маме? Зачем ты спросил, твоя мама живая или нет? На что он ответил, Ибн Аббас, великий ученый, чернила ислама, О котором сделал дуаза, который сделал пророк Мухаммад саллаху алейсаляму, Аллаху ма алимху тауэль, вафақыху фиддин, Аллаху абучи его тафсиру, Дай знание ему в религии, в шариате, в фиқхе. На что он сказал, Валлахи, клянусь Аллахом, Ла ааламу амманан ақарабу айнда Аллахи мимбиррил валиды. Клянусь Аллахом, я не знаю более близкого дела, Любимого дела, которое человека приблизить к Аллаху, Чем почетное отношение к своей маме. Чем хорошее отношение к своей маме. Я не знаю другого дела, которое могло бы приблизить его к Аллаху, Чем хорошее отношение к его маме, Сказал ибн Аббаси, рада Аллаху айнху. Поэтому, Сколько бы мы, Альхамдулля, Хорошо относишься к маме, к папе, При их жизни, Увидишь уже в этой жизни, брат мой, Как Аллах хорошо относится к себе. Как Аллах, И поэтому вот эти хаджаты, Которые нужды родителей есть, Они в первую очередь должны быть перед нуждой наших детей, Наших сыновей, наших братьев, наших сестер, наших жен. В первую очередь мы должны смотреть, в чем нуждается наша мама. В чем нуждается наша папа. Как быть причиной, чтобы сегодня у моей мамы была в сердце радость. Как быть причиной, чтобы папа сегодня обрадовался, был рад мой. Кто сможет этот путь взять, То, в Аллахе, он Аллах дал ему успех, То, что он на прямом пути.